Дима привет вот смотри я тебе покажу наглядно как эти карты тут книжки все короче можно заказать вот ты зашел в эту программу Адмиралис Динджитал каталог первым что делаешь создаешь рут допустим вот создаешь рут тебе там надо с пусана так create рут взрыв допустим приблизительно это все как бы такое и вот до Шанхая там я не знаю как вы будете ехать но тоже неважно допустим может прям сюда в точку Шанхая если у тебя карты есть но как бы тут по факту не очень так важно это как бы в общем будет там походу речка поэтому ты играешь именно где он тебе выдает точку то есть уже по речке я не знаю будьте заходить не будете все ты создал допустим рут вот он у тебя остался так рут сохраняешь его допустим там называешь там Шанхай Шанхай то Пусан или Пусан Шанхай ну как бы не важно вот он у тебя тут сохраняется в таком формате просто на рабочий стол или папку какую-то сохраняешь не важно теперь что ты делаешь чтобы тебе если тебе в Эгдисе карты не показывают ты можешь точно так же проверить отсюда карты выписать допустим первое это корзина то что ты будешь скидывать в корзину второе это инвентарь это который у тебя уже есть то есть ты вот это пропускаешь идешь вот до АВСС это вот все карты которые использует Эгдис название тут полностью все мировые карты это официальные Эгдисовские карты именно для Эгдиса и ты вот тут есть такая галочка вот подводишь читает root to basket нажимаешь вот эту галочку и он тебе показывает все карты красным подсвечивает согласно твоему маршруту вот вот и до ты можешь правой кнопкой мышки нажать и посмотреть какие карты вот такое название вот это kr можешь подсветить видишь она у тебя беленьким поменялось обратно возвращаешь то есть посмотрим и запустим ты смотришь может какая-то карта тебе не надо то есть уже именно ориентируешься по ну потому как бы где вы едете обычно Эгдис показывает вот я всегда заказывал карты как Эгдис предложил я так и заказал ну это уже там лично с капитаном можно там допустим генеральную какую-то одну там ты маленький может какие-то ненужные карты вот то есть таким образом ты можешь посмотреть карты на свой переход также ты можешь их все отсюда вот они у тебя в корзину перекинулись вот баскет заходишь но ты не захочешь ты их видишь что у тебя 48 вот ты зашел в корзину у тебя они здесь голубеньким подсвечены на твой переход это все карты большие и маленькие все которые есть заходишь вот здесь вот в меню view вверху и тут вот есть basket diamond и вот она тебе показывает какие карты названия шкалу этих карт которые у тебя сейчас выбраны на переход Эгдис может тебе по-другому показать ну то есть это просто как для примера хотя бы приблизительно знать какие карты чтобы их сохранить текстовый файл допустим если тебе скажут вот выбери эти карты ты выбрал какие-то там убрал то есть вот таким образом ты посмотрел там допустим вот это карта надо это генеральная тоже надо то есть те которые могут сейчас прикинем допустим вот можно вот видишь вот эта карта вот какая-то карта кр там какая-то порт кореи она тут твоего маршрута только кусочек то есть в принципе эта карта не надо ты можешь ее просто удалить ты заходишь вот допустим выбрал ты видишь она у тебя беленьким ты вернул обратно чтобы подсветить какая-то карта так же в Эгдисе это делается ты просто удаляешь отсюда все ты убрал как бы сэкономил в компании деньги так сказать остальные все просмотрел все эти нормальные то есть именно там какие-то где-то далеко видишь это генеральная тоже ну как бы она нужна лучше не удалять те которые вот совсем они не по маршруту бывает такое что это по маршруту то есть какие-то карты может выбрать программа в том же Эгдисе что они там не по маршруту идет хотя обычно она все цепляют если компания экономит то она тебе сама пришлет удалите там где-то где-то карте вот допустим какой-то видишь тоже тебе тут уголок показала вот это что-то оно подсветил не она нужна тебе видишь потом еще вот это генеральная надо то есть эти все ну короче то есть просто просмотреть если компания захочет порезать она тебе сама порежет заходишь сюда view вот basket свою корзину тут есть файл сохранить сохраняешь вот он тебя файл csv если что заказываются карты иногда вот эти csv файлы отправляются провайдеру либо же если у вас есть компаническая форма типа excel там или еще какая-то то ты сохраняешь текстовом файле пишешь допустим чарт ордер сохраняешь на рабочий стол или куда-то другую свою папку все сохранил пока это скрываем вот у тебя твой чарт ордер и ты с этого файла вот эти все скопировал ну только название карты либо же если я не знаю может у вас там попросят все либо вообще текстовый файл полностью отправишь то есть можешь полностью текстовый файл скинуть там в компанию или провайдера и все он тебе пришлет эти карты напишешь допустим please arrange chart permit to voyage from pusan to shanghai и все и внизу вот эти карты ему вставил текстовый файл либо просто весь текстовый файл скинул все они вам пришлют на английском то есть по картам понял в принципе как сейчас это все уберем вот тут есть можешь просто подводить ждать и читать оно тебе как бы будет показывать что не нажимать теперь что дальше selling direction твои же ENP вот он тебе видишь подсвечивает весь мир все твои книжки вот твоя NP32A показывает как раз на шанхай потому что NP32B это идет уже повыше то есть вы как бы но вы по факту ее тоже цепляете видишь вы проходите через регион NP32B то есть вы походите по этой зелененькой зоне вот она но так как обычно экономит в принципе у тебя должны быть все книжки если так разобраться если проверяющий придет и захочет приколупаться там или постит контроль если он там шарит он разбирается он просто точно так же зайдет в этот твой каталог сделает такой же маршрут и посмотрит и скажет брат а что у тебя в этой книжке вы же здесь ехали как ты здесь ориентировался как ты там смотрел да ты можешь сказать что ты там смотрел по каким-то другим книгам но по большому счету как бы да я бы тоже не заморачивался я бы не заказывал допустим B но если компания сильно там задротная какая-то ты можешь как бы опять же все решается через капитана ты можешь подойти к капитану сказать капитану вот мы проходим вот нам надо на маршрут NP43 NP32B мы ее цепляем просто ему тупо показываешь NP32A но так как эта карта проходная грубо говоря вы можете это книжка то есть ну как бы вы проходите эту зону вы же здесь не работаете там долго вы можете ее не заказывать ну либо она у тебя в бумаге может есть я не знаю но любой адекватный капитан тот который понимает что если вот что трахнут и компания потом скажет капитана что ты не заказал книжку вы же ехали там вы же знаете требования поэтому ты можешь просто показать ему вот у нас мы едем вот здесь вот нужны такие-то книги если он скажет не надо заказывать только портовую то ты закажи себе NP43 Пусан там где вы будете стоять на якорной она у вас должна быть портовая и NP32A точно так же чтобы они у тебя попали сюда ты нажимаешь вот эту корзинку root to basket и вот у тебя видишь появилось баскет 4 штуки опять заходишь сюда в view и смотришь что тут за книга 32A, 32B NP43 pilot Korea видишь что-то Korea хотя у вас там Пусан и Pilot Japan ну ты как бы странно что Korea видишь выбило Пусан тут и Япония она Корею что-то выбило сейчас посмотрим ну короче сам принцип ты понял что ты должен как бы заказать те книжки которые тебе выдают официальное приложение адмиралити диджитал каталог то есть ты же не берешь с головы с интернета ты зашел в программу как полагается зашел в каталог и посмотрел надо такая-то книжка и ты как бы себе жопу прикрыл что ты заказывал официально исходя на вот эту программу то есть ну как бы ты подкованный не там где-то зашел в интернете а ты как бы посмотрел маршрут посмотрел как мы едем поэтому ты можешь сказать ему что нам надо все эти книжки либо же себе там выбрать 43 которая у вас возле порта то есть вот эту ты просто тупо удаляешь одну и вот 32B тоже удаляешь точно так же ты сохраняешь если тебе надо там допустим сохранить текстовый файл рабочий стол то можешь написать там ENP вот ENP это если у вас она электронная или просто Nautical Publication или Silent Direction то есть это как бы неважно как ты себе сохранишь все, ты сохранил, проверил на рабочем столе файл остался вот он пишется у тебя две книжки MP32A точно так же ты можешь отправить либо просто в письмо скопировать вставить то есть это не там в зависимости это уже никаких ограничений нету как вас там заказывать будете с этим разобрался удаляешь с корзины можно как бы все подряд вообще сразу заказывать все выбрать пункты но я советую выбирать раздельно чтобы тебе было проще хотя бы по крайней мере карты если ты будешь использовать эту программу и допустим те же книжки а уже потом там допустим адпшки ты можешь все сразу заказывать смотри еще такой момент ты можешь зайти у тебя может карты не показывать ты можешь нажать допустим вот у тебя бумажный там какой-то другой каталог допустим вот эти ARCS у тебя будут показывать а ARCS может не показывать тебе надо фолио поменять то есть поставить вот тут точечку ENC units то есть то есть ENC карты тогда у тебя именно покажут агисовские карты потому что по умолчанию стоит другой фолио другой каталог так допустим дальше admiralty total admiralty tight tables но tight tables это в принципе total tight хватает потому что как бы книги если там сильно ограничения ну как бы тоже они должны быть на твой порт ну если она есть бумажная у тебя хорошо если компания платит если у тебя будет просто total tight то тоже неплохо то есть ты вот зашел как бы посмотрел да у тебя на твой регион как бы тут np 206 24 вот как бы да она надо не надо тут уже такое точно так же ты можешь как бы вот дальше я заказывал только total tight total tight зашел у тебя они есть адпишки твои total tight вот ария 6 допустим в корзину да 6 ария и посмотрел у тебя в корзине один файл добавился смотришь тоже у тебя добавился да 6 файл 6 том отлично по адпишкам поехали дальше да что там адмиралити листов лайт так сейчас вот этот уберем ну какой он у тебя по маршруту ну какой там у тебя получается регион нет это не то вот это адмиралити это не адмиралити это адмиралити листов лайт ну тут видишь опять же по книгам np87 я такие вообще не заказывал я заказывал просто адмиралити листов лайт вот это это бумажные адмиралити листов лайт если у тебя были книжки а вот если электронные у тебя что адпшки то тогда адмиралити диджитал листов лайт то есть ты бумажные тебе нафигня у тебя уже электронные смотришь тут тоже какой там 6 да на твой рут вот хоп добавил у тебя видишь уже баскет 2 смотришь проверяешь опа твой адмиралити диджитал листов лайт регион 6 тоже добавился это если на этот маршрут так же ты можешь сделать полностью маршрут до шанхая до этого до Ильичевска потом следующий адмиралити лист радио сигналс тут смотришь это видишь адмиралити лист а у тебя диджитал ты это пропускаешь тебе это не надо ты выбираешь адмиралити диджитал лист именно электронные какой тут идет у тебя ария 2 тоже нажимаешь добавить в корзину согласно руту он выберет тебе именно твой проверяешь какой ты там добавил вот адмиралити диджитал радио сигнал второй том вот второй как тебе надо добавить потом дальше адмиралити диджитал радио сигнал 1 2 3 1 2 4 5 смотришь какая-то жире 2 у тебя то есть у тебя уже сразу видишь она по маршруту тебе выставляют точно также добавил проверяешь корзину так том 1 3 4 5 регион 2 твой регион 6 точно так же какой-нибудь 6 том том добавить корзину всего 5 добавился проверяешь опять 6 том добавился 6 то все по книжкам ты выбрал опять же заходишь сюда корзину свою вот проверил еще раз все есть сохранить файл а дпшки заказать да вот у тебя рабочий стол пишешь там адмиралити диджитал публикейшн можешь там рут написать фиолетово все как тебе нравится так заходишь проверяешь вот а дп то есть вот celine direction твои две книжки нпшки ты заказал и адмиралити диджитал 6 2 1 2 3 4 и адмиралити диджитал и total tight то есть все у тебя здесь есть заказал и все то есть вообще никаких проблем нет точно также потом рут сделаешь отсюда через сингапур то есть приблизительно вот так вы будете ехать я потом позже если что сделаю как как бы я нарисовал там приблизительно вот от колумба вы будете проезжать где-то да я не знаю там же как компания будет по идее вы будете нормально ехать сюда с омали проезжать бабальмандепский пролив тут уже через советский канал и сюда там возле кипра дарданеллы в принципе сам уже знаешь поэтому по книгам я тебе вот так кратко в двух словах объяснил то есть чтобы ты не обращал внимание на вот это адмиралити лист то есть тебе надо диджитал потому что у тебя электронные книжки ну и по картам вот ависе с это твои карты вот сейчас они не показались тебе опять же надо нажать и nc units и вот все твои карты будут по идее на эггисе то же самое у тебя будет рут ты выбрал там рут согласно заказ карты согласно руту индии все подсвечиться ты просто проверяешь на эггисе должно быть по идее это еще проще на трансасе это еще проще было здесь как бы ну она просто для ознакомления ну и можно здесь заказывать в принципе если ты тебе так удобнее компания одобрит просто единственное что сравнить по картам допустим у тебя там видишь сколько карт было там по-моему да ну там прикинешь там 40 карт или сколько а ты посмотришь сколько тебя эггис прикинет если он тебе также показывает вообще проблемники может заказывать отсюда либо просто как дополнительно проверять себя так то есть в принципе есть еще одна программа у меня чат-браузер вот она вот я себе устанавливал но она в принципе не логично как бы не очень в принципе то же самое если бы она была платная тут как бы ничего другого нету тоже а тут то же самое ты можешь заказывать карты если соединена у тебя с эггисом то там по-моему даже автоматически точно также книжки он тебе показывает какие вот эти енп книжки если тебя нету книжек бумажных ты проверь вот эти книги это книги которые должны быть по умолчанию енп 100 вот эта книга точно как-то в практику софиус ээнси потом вот это тоже здесь 3 2 2 3 4 не факт но может тоже должна быть она тоже не факт из 47 потом вот это енп 500 5011 должна сто процентов быть они кстати могут быть бумажные посмотри если бумажных нет тогда закажи эти книги и где символ гайд тоже должны быть потом мари тайм боич систем тоже должна быть вот эти оушен си пассаж мировые 2 136 106 2 1 том и альманах 24 год на данный момент это энпи это 314 то есть вот эти книги и ты проверь они должны быть по умолчанию то есть не зависимы от маршрута твоего но они могут быть либо у тебя бумажная либо же эти электронные то есть видишь тут точно также зажимаешь корзину он тебе покажет твои карты согласно ты их можешь посвятить вот они там беленьким вот беленьким показываются то есть в принципе я так прикинул там практически стоит программа ничего не отличается карты такие же поэтому я думаю что тебе не стоит заморачиваться поводу этой программы потому что она но это же все чтобы ты себе голову не ломал уже лучше со мной программа 2 тем более что это адмиралити диджитал она как бы более такая для считается лицензионная подошу тебя и адапишки и поэтому лучше по адмиралити работать не заморачиваться если будут все эти то вопросы то но если что спрашивая загружу на youtube тебе это видео потом посмотришь